Ну что ж, друзья, и снова здравствуйте! С вами по-прежнему студия StarLadder, и мы начинаем освещение для вас уже пятого круга швейцарской системы Азиатско-Тихоокеанского региона. Смотрим за представителями наиболее известной Агурты, Гундам Флейма и Кранича. Это Южная Корея и Япония, поэтому давайте смотреть, что ж тут такого интересного. Уже показывали, что за карты используют в своей весьма любопытной сборке Кранич и его Секрет Охотник. Видели мы и Взрывной, видели мы Змей и пару Котус Фокусов. Ну а здесь уже пираты несутся в бой. Йо-хо-хо и бутылка Рому, и все это с утра поехали! Гундам Флейм тащит. Уже стоп-дек? Пошли огневички, они будут противостоять пиратам. Ну как-то не очень убедительно, если честно. Но вот продолжения нет, и горошка кто увяз на этом старте. Такое бодрое начало. Первый помощник Энзота вместе с Глазастиком. Ю-хо-хо, но дальше грустнее. Итак, зарядка рука отдается в огневичка. Размена никаких не будет. Вот, кстати, вот просто вспомни, вот подобная ситуация и Матуко. Все ушло просто. Просто все. 1-3 Мурлок и все ударились в существо, да. Матуко, Матуко, Матуко. Полное Матуко. Ребята, ну смотрим, ладно. Так, монетка. И немного секретиков. И можно разыграть два секрета. За бесплатно фокус-котус, а вот огненную... Взрывная, да, остается. Взрыв-пакет. Взрыв-пакет также идет все-таки в бой. Подумал немножко о Кранище. И меняется с... Одним из пиратов. Да, дабы улучшения, либо капитан Южных морей не дали возможность разменять скретчицу. В результате все-все в порядке. Все идет по плану Кранище и его интересного лайнапа. Отмечал вот уже Александр ранее Кранище, как, наверное, фаворита. Ну, мне нравится в лайнап, то есть он фулл агро, но при этом интересное решение. Неоднозначный, нестандартный, так точно, со своим видением. И это работает, 4-0 это уже классный результат. Но Гандам Флейм, в свою очередь, великолепно отыгрывает. Какие мувы-то, боже ты мой. Ну, это... Пошло, наконец-то. Ну, вот подсказочки. Так. Классно, классно бахают ребята. Соскучился, я буду откровенен по этим подсказкам. Так. Половается хаффер. Хаффер, это хорошо. Хафферони прямо сейчас прописывает еще на четверочку. ну и дела у гантам флейма любит рисковать крайне если я правильно понял рисковый парень сразу видно ничего себе кандидат на интернациональной биологическую олимпиаду международной ничего себе при этом еще и картонки бахает неплохо а как вот вам вообще сочетание точных наук ну плюс-минус до биологических там тоже рандом днк рнк там пошло-поехало я чувствую как у крайничьего роста душа поет медицина картишки вот это вот слушай какой азартный все-таки крайничь так своего здесь уже марканитовый жнец еще один пират уху-ху несемся в лицо 18 копы остается корейского охотника выслеживание ищем что-то полезное прямо сейчас что острозуб искрящийся ну да выбирает острозуба будем адаптировать божественный щит нас устроит например нам или здоровье ну да это все фигня плохо плохо адаптация ну за ерунда вообще это по-моему худшее что могло быть даже споры неплохо бы заходили ну что может быть хуже вот в рамках тактой адаптации ну урон еще окей тоже неприятен был бы не повезло ну стелс будем забирать я думаю тогда а смысл на атаку еще не ходим не нужно меняться тут по сути бесполезно бесполезная адаптация получается идеально смотрелся бы божественный щит или на худой конец а плюс хп или спор якорь команды hardstone global games или якорь лучше не говори да потому что сборная японии выступает действительно как один большой якорь сейчас наверное сердце и душа команды hardstone global games которая тащит ее на дно со счетом 1 3 по моему не ошибаюсь не идет не идет японская команда хотя в целом-то по отдельности игроки очень сильные ну такое не впервые можно видеть на хгг он понимает что это славная победка гандам флейм все-таки у него получилось затащить есть лерой дженкинс кранич проигрывает свое первое противостояние но друзья то ли еще будет кранич он проиграет возможно и второе а может даже и третье а может быть и нет а может быть он вернется и отомстит гандам флейму посмотрим хантишка вроде как бодро начал но дальше пиротвар оказался сильнее опять эта банда грязных разъяренных мужик мужиков просто еще и дерзкая налетчица вместе с ними была просто разнесла риксару лица и лесная братья не помогла зверюшки пали вместе со своим командиром но секретики тоже не помогли казалось бы да ты хочешь защитить стол а тебе по лицу и звери такие что делать на поляну или к хозяину на поляну к хозяину вроде хозяин сказал к поляне сторожить а там поляна то уже края окровавленная просто просто кишки намотки ну если серьезно то ну смотри секреты сыграли слабо здесь не смотрится будем откровенно фокус котус и адаптация подвела все это время говорит пока я не играю в хрдстоун я думаю о хрдстоуне 10 часов в день я играю в хрдстоун а когда биологией то заниматься краничьи светило южно-корейской медицины 10 часов картишки поразбрасывал потом 20 минут биологии а потом можно подумать снова про хрдстоуне в принципе вариант вот кранич до перезагружается система система адаптируется происходящему и пошло-поехало друзья уже миновало порядка порядка семи с половиной часов с момента старта трансляции видим мы игроков они готовы и заряжены ко второй партии привычный камин справа и черная занавеска слева кто же победит ну конечно гандом флейм сегодня просто разрывает но я верю в то что кранич сможет ворваться в эту игру совершить камбэк и как минимум будет интрига в этом противостоянии далее агрессивный друид будет играть с агрессивным не менее агрессивным шаманом хотя все таки друид наверное пожестче смотрится да согласен ну и мулиган очень важная ну заставляющие у крайничего точно нужно менять вообще всю руку ну нужно еще единички для гандом флейм боже мой жажды крови верите в победу шамана александр нет уже нет что-то я тоже загрустил видя такое еще и нечто из глубин ну и да для крайничего конечно все ой 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 я там еще и продолжение гидры но тут ответное продолжение есть и для крайничего то есть как минимум с агрессией бороться мы сможем плюс мурлоки спамятся по столу с дубинками еще ну приход смоленого стража как-то выравнивает ситуацию здесь еще и глазастик для гандом флейм и самая приятная тоже история круто то что смоленой страж не позволит пробраться к тотему ну все закрыли пока дело до размаха не найдет закрылись ребята так ну что что у нас тут хорошего то будет две метки лотоса это здорово просто невероятно но сколько у нас три четыре пять пройти мы конечно можем но потеряем многое потеряем ворона например ворона терять как то вообще не хотелось бы можно один ход подождать и бахнуть размах на да но все равно ждать нужно как-то эффективно более-менее то есть будет сыгран тут глазастик и возможно пробав и скип как-то так ну просто смотри какая логика или будем пробиваться прямо сейчас играя таким образом мы уже намекаем оппоненту что у нас есть и четвертый и пятый причем намекаем так недвусмысленно находит просто неплохие размены ну в ответ полетит портал водоворот который ведь минимум забирает колдовского ворона еще мурлоки серьезно ха 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 идеально оракул бафает атаку палео мурлоков и теперь появляется возможность разобраться со смоляным стражем очень сильно получается мы защищаем стол в целом против такого шамана все неплохо и гандам флейм просто негодует если можно так сказать забавить мурлока существом за один кристалл садич даже бровью не повел все равно рука очень плохая у шамана слиплись жажды крови здесь еще и два молота сумерек как-то вообще не смотрятся далее пойдет гидра на гидру у нас нет ответа ну тут пишет пропало один портал выходил гидра будет бить пам-пам-пам-пам-пам-пам ну выставляемся бьем гидру или не бьем огневичка с огневичок на столе появляется сумеречный элементарь но тут идеальные трейды просто идеальные размены за счет размаха и способности героя мы меняем не засыпят тут еще и дикий рев определил мне больше нравится размах на способность героя забираем два существа и топим просто гидры в лицо следующий у нас тоже есть пойдет живая мана ну нужно играть ну нужен тотем каменного когтя по-другому ты не выиграешь почему не огненный элем думаю что хочет следующим ходом просто проиграть уже крайнич ну это похоже на план во вторая гидра гидра горьких волн овнет ваших оппонентов без регистрации и смс но выбирает решением гандам флейм играет живую ману пробивает еще немного в лицо ну и будет трейдить всю ту мелочь которая появится портала нет это поражение тут уже ничего не появится и это 2.0 вот это более дефолтные деки от гандам флейма друзья ну и отмечали мы также что играет крайне немного на нестандартном шамане на эволюции больше элем здесь нет эволюции в том то и дело а там вообще без эволюции это агро шаман с элементарными то есть тут вот из такого интересного добавления два огненных элема плюс гладлас тут не решает ли случайно давай посмотрим ну а что он решает ну смотри нам надо забирать гидру и стол 12 14 15 19 дэмэджа ну да так вот два огненных элема есть колемоз просто психанул да покажешь что вот вот я почти почти добил чуть чуть не хватило и там сам что это было боже он меня почти не убил ему чуть чуть не хватило гандам флейм не посчитал еще знаешь он сидит такой так да ладно я про и к ты нормальный вообще почему бьешь меня в лицо что что я сделал от тебя такого говорит ну подумаешь парень дремонодревний наставил подумаешь гидра я же не со зла зачем так ну ну друг давай обсудим ну нормально же общались ну что ты начинаешь ух издаюсь консит сейчас в следующей партии буду обязательно побеждать всех всех победил давай вновь хантишку далее шамана ну вот получится ли что осталось там по декам у гандам флейма вопрос что у него в бане я стадию бана пропустил да мы тоже не успели посмотреть если там остается какой нибудь паладину хотя паладина наверное забанил но аналогия пират воин был друид паладин и мак наверное секрет маг когда ты сейчас смотришь гандом флейма да гандом флейма смотрю скорее всего секрет маг я тоже думаю мы с тобой воина посмотрели и друиды правильно да палл скорее всего точно в бане и одна надежда на незаходы мага ну просто даже по аналогии с первым матчем который играл кранич сегодня там паладин управлялся это тот самый город друзья где совсем скоро пройдут финалы чемпионата весеннего 7-9 июля именно тогда мы узнаем имена еще четырех участников которые получат путевки на чемпионат мира по хардстоун который пройдет в начале 2018 года и вот они имена тех кто уже прошел нам показывают европейский регион Хоя Калент Эрдю и Нейрия Америка Мази Дегодия Санты Куанет Китай Джейсон Джукс Хоуб Дог и Транкс и еще четыре участника будут представлять регион АПАК и эти имена станут известны завтра Причем так складывается что у нас лишь Нейрия и Икс Хоуб это те представители которые уже были на зимнем чемпионате и сейчас вернутся чтобы попробовать свою удачу вновь Вспоминаем мы Хансом Гая который очень удачно Слушай, Икс Хоуб по-моему не был на зимнем Вспомни это знаменитая история Это Близкон Нет, это не Близкон Это Близкон На зимнем чемпионате Близкон? Нет, на зимнем чемпионате он ел шапу Нет, это Близкон был Да какой блядь на зимнем чемпионате Александр? А чатик, уверьте Александра пожалуйста что это был зимний чемпионат Мы впервые его увидели на зимнем чемпионате потом на Китае против Европы На Близконе, а потом на Китае против Европы Началось Ну сейчас я найду Давай Изи, поиск На зимнем это был Близкон Кстати, мнения в чате тоже разделяются Что вы троллите? Икс Хоуб Близкон, Близкон Вот, смотри Пошла раскопочка Павел, Икс Хоуб, Б787, Палмблат, Доктор Джеки Нитки, ULC, Гриншип, Амега-Зеру, 7500 долларов Последние места заняли Фроузен выиграл у Икс Хоуба Вспомни, там агро-лайнап у него был Ну ладно Прям агро-агро По-моему там Сикрет Маг он привозил уже Б787 выиграл также В общем, ребята Ну, значит, я оказался не прав В этот раз победа за тобой Я выбираю победу Что у нас по игре тут хорошего? Старт у Гандам Флейма весьма неплох Делает Крайнич ставку Я должен сказал, великолепный старт И секреты нашлись под Мага Керентора Отраженка сыграна Что, неужели Крайнич отлетит со счетом 3-0? Вы верите в это? Я с трудом Нет Отраженная сущность Ну, прочитал хотя бы Отраженку Крайнич То есть, отдает Не самое сильное существо Также поможет здесь справиться с этим воином Синежабрых Ложись Само пожертвование Играется Но все равно по темпу впереди именно Маг Болтливая книга Приносит вулканическое зелье Манозмей Ученица-чародея Просто на все На все топит Гандам Флейм Ни шагу назад Ну и что делать? Как быть? Что можно придумать здесь? Мне даже защитник холмов больше нравится И Мурквизитор все вместе Добро пожаловать в джунгли Добро пожаловать в джунгли Говорит защитник В скобочках прочь из моих джунглей Ну, древо цветения не самый сильный талант Талант неплохой, хотя на самом-то деле против такого мага он может сыграть Главная проблема, что Еще только 4 кристалломаны В следующем ходу мы его не разыграем И это беда Ну и Пирос вместе с антимагией должен появиться на столе Дабы запутать оппонента Ну как Уходим в фулл трейд Пироса оставляем на следующий Окей Таким образом не даем возможности адаптировать Мурлоков И тут шикарный топ-дэк Пятый ход Мурлиндзя Ни один другой дроп не способен так перевернуть игру, как Мурлиндзя Пошел камбэк Запахло жареным Фростболл Это тоже неплохо Пирос и Пинк Да, вулканическое зелье Классик о нем Причем Пирос и вулканическое зелье Идеальный ход Типа чтобы приблизить просто выход Пироса 6-6 Играем в общем мы Пироса, вулканическое И такие Здравствуй И в итоге Мурлиндзя не может ничего сделать с этим столом В панике просто кранично начинает искать выход И находит консит Но нет, забирает все-таки монозмея Такс, и на стол выпадают два волна мута Ну это слабенько Ну как сказать, знаешь, тут вот гидролог плюс мегазавр Все равно слабенько Или мы закроемся прямо сейчас Провокация большой Я бы все-таки через мегазавр, наверное, играл Мегазавр может дать, ну допустим, баф на хп Тебя опять же устраивает сейчас божественный щит И баф здоровья Смотри-ка, они уже не прыгают, они уже под мурлоками перекатываются Это нижний брейк Это нижний, да Это как Майкл Джексон завещал Лунная походка От гидролога Ты серьезно, опять же ничего не полезного Как так может быть, кранич? Научишь, что ли, адаптацию там призывать? Амулетами обложись Ну, кстати, невосприимчивость к магии как вариант Стелс О боже мой Посмотри на Гандам Флейм Просто Просто вулканическая Бам Просто Забирает Все шансы Душу Это очень грязно Очень Ну ты серьезно такой Я никогда не видел Да, я серьезно Никогда не видел кранище таким грустным Ну а что подделать? Ну вот опять нижний брейк От озерного охотника Ну и тут тьма дэмэджа, друзья Пирос погибает, чтобы... Нет, не погибает Шестерка в лицо Будем отпускать этот стол? Да я бы затрейдился Дальше ставим вновь пиросы и бьем в лицо сейчас Ну, ушел же только что Мегазавр-то Ну, здесь можно сходить в лицо По сути ты... Ну, от чего ты боишься? А ничего Ну да, воин синежабрых плюс древо цветений и мы забираем два существа Но там тридцатка здоровья плюс активированный секрет А у нас пятнадцать И маг с легкостью трейдит этот стол О! Еще и... Вот этого парня мы не видели еще сегодня Выступление сольного артиста Мы видели в руке, но вот прям Причем не раз в руке видели, но не доходило просто до него Сейчас покажет пару фокусов На антимагию летает Покаяние И теперь можно сыграть Мурчидина и грибнистый скакун Да, есть такое, но при этом Мы получим А почему не пирос 10-10? Ну, кстати, интересный момент Отмечают наши зрители, что Крайнич мог взять вообще Винфьюри тогда и еще раз ходить в атаку Мурлинзей Призвать, возможно, тех же полководцев Ну, кстати, да А он выбрал стелс Согласен Интересно, интересно Действительно так Если ты призываешь полководца, то ты за большой вероятностью А что там по существам на столе был? Вот в чем вопрос Были существа Ну, понятно, а сколько их там было? То есть, у нас было 4 Мурлока, сколько я помню И Мегазавр Убивал ли он что-то из существ вражеских Это главное То есть, 4 Мурлока, Мегазавра, это пятерка, да? Да, была возможность такая Тарим неплохо смотрится Здесь пирос уходит в размен и возвращается Уже в свои Самой сильной Инкарнации Ну, здесь прям Прям видно, что лидеры играют Азиатской сцены Только забрать мы не можем никак пироса Овечка будет пиробласт Думаю, что йог все-таки будет сыгран в этой партии А может, предгоняем? Понял Все равно будет биться Гонем И в темп выставляем мы Сюда Лакеями дива Простите, но вы горите Классный топдек Бам Ох-ох-ох, как больно-то, а Неужели 3-0? Антимагия для Гандам Флейм Убийство йогом Гандам Флейм Гандам Флейм Ну, красиво же надо сыграть Решающая же партия Ну, не йог же тебе ничего не сделай Давай! Убийство йог Сарона Давай! Он запингует несколько ходов Боится Тарим ставить? Хочу бояться-то Вариантов нет А может, сначала Тарим все-таки? Ну, отыгрывает это дрожонки Многие Ну, так и что? О, смотри, летал с книжки Да йог Сарон, красава Гандам Флейм! Давайте смотреть, что выжил все-таки Так, раскопка Удар молний Чуйка на демонов Хаффер Серьезно? Как он так играет? Бам, картишка еще подъезжает одна Еще одна антимагия Секрет, который нам нужен Добор жизни Что? У него хоть раз за сегодняшний день Было что-то негативное, какой-то эффект Топ-дек ненужный Как он так играет? Антимагия Ну, это Что-то я прям Немножко Подгорел Подгорел Проигрывает Крайниче, горит Саша Сильно играет Крайниче тоже Тоже хорошо топ-декает Тоже сильно катает Но... Гандам Флейм сильнее Чувствуется, что больше хочет выйти В следующий круг Ну и... Очень, скажем так Хорошая заявка На победу 5-0 после пяти раундов Это... Почти-почти плей-офф Это сильно Ну и... Спойлерить я вам, конечно же, не буду результаты Осталось тут буквально пять партий В рамках пятой групповой стадии Ну и, откровенно говоря, маловато претендентов В дальнейшем у нас остается Но посмотрим, кого нам включат Близзарды впереди Вот... Пытался я найти, какое количество Ну, возможно, те же ребята, которые идут без поражений Может быть, что-то интересное Там масса игр, которые идут с счетом 3-1 То есть, тоже для ребят решается Очень многое победил Продолжаешь претендовать на вхождение в топ-8 Проигрывай, шансов остается, ну, крайне мало Причем Гандам Флейм Это человек, который последний раз светился в рамках Турнирных трансляциях Вот так по-большому, да В пятнадцатом году То есть, в шестнадцатом были у нас чемпионаты Но при этом он все равно не выстреливал То есть, он приезжал Ну, как бы приезжал на прилимы, да Вот на отборы Но это ничем хорошим не заканчивалось В рамках Орастом Глобал Геймс Сборная Японии выступила, ну, просто ужасно Друзья, если вы следите То знайте, если нет, то можете посмотреть на их игры Они не могут угадать ни лайнап И постоянно вот эта вот странноватая достаточно мета японская Она тоже не приносит побед для японской сборной И поэтому, ну, все в шоке от их исполнения А тут На тебе, пожалуйста Просто Карты сами вылетают просто Красиво Красиво бахает Но Кранич Ну, вы видели эти глаза То есть, как против этого играть вообще Вся боль Не, ну, все равно в определенные моменты Будь там не Гандам Флейм, а кто-то другой Кранич бы на таких топ-деках еще, я думаю, вытаскивал бы То есть, у него тоже в этом плане все хорошо Я думаю, что Кранич сейчас разозлится И с одним поражением Встретит кого-нибудь и накажет Ну, тоже момент интересный с Мурлоками тогда Ну, понятно, что обыгрывать вулканическое зелье с болтливой книги Это что-то, ну, такое Но, опять-таки, смотри Даже если он ударяется и получает одного полководца Та же история вулканическое зелье вычищает весь стол Два полководца, это да Это уже было бы близко Ну что, у нас Включение из Встречи ХАШ против ТОМ-60229 Впереди представитель Тайваня По-прежнему оба находятся в рамках борьбы Проигрывать нельзя ни одного, больше ни разу Ну, и тут неплохой старт и опенинг для Таунт Война, в свою очередь Интересная редакция от Контроль мага Смотрим, и появляется на столе именно Стенка Смоляной Страж Бейся, говорит, на здоровье Том, в принципе, и не прочь Я думаю, что дважды будет ударяться просто в Смоляного Стража Топор Есть Топор Ну, а почему нет? Провокаций бы найти побольше Всего лишь один Детёныш Дикорога Виртуал выигрывает у Файра С счётом 3-0 В пятом раунде Ситезен Напа выигрывает у Мисплейст С счётом 3-1 Даже не будет биться здесь Том лишний раз Любопытно Поставим провокацию через монету Судя по всему, да Так или иначе ударяться-то придётся Важная карта в битве против воина Есть уже в руках у Хаша Это Медив Пока нет Харрисона возможности разобраться с пушкой Просто Армараб не спешит здесь Том Не видит смысла Не так много урона наносится-то по единичке Это ничего не значит Ну и Харрисон И причём смотри, как отмечаем, что и Харрисон и прожорливая слизь Две карты, которые ломают оружие И Смолёной Страж тоже не самое популярное решение в Контроль Маге Интересная редакция от Хаш Просто мы вот видели достаточно много Вариантов исполнения на колоде Контроль Мага И если честно, мне больше всего понравилось исполнение от Жени на Ирия Ну на Ирия, да, очень сильно играет То есть там не столько колода, сколько он вот видит игру по-своему Варианты фатига Тайна Таун Твойни он показывал очень достойную Неспроста он выходит уже который раз В следующую стадию По сути, финальную стадию чемпионата Так держать, Женя Будем топить на тебя и там Дает превращение Хаш в Детеныша Дикарога Шестой Кристалл Маны для Тома Защитник Холмов Или даже нет Монета Смотритель Детеныш Детеныш играется в одной копии, поэтому приносит лишь дракона Матриарх будет отдыхать Аптекарь с порталом Ну не самый сильный дроп, но при этом стабильный И вот сейчас уже с этим столом большие проблемы Складываются Тома Что делать непонятно Монету мы отдали Сыграть дракона мы не можем Боевую ярость Прожимать надежде Найти хоть какую-то раскрутку Это по-моему единственный аут Потому как если ты примешь От всех этих работяг по лицу То это 10 Смотри, вурдалак и накорм рыбам Просто идеальный топдек Ну в ином случае Том бы с процентом наверное 80 80 бы проигрывал, даже более Что тут по урону Да тут один офф был по урону Даже нет, ровно в аккурат летал Аккурат десятка Див А Харрисона то нет Даже бьется Тьешем Палкой просто забивает лысого Игра тут Харрисона хаш Понятное решение Защитник холмов Защитник холмов Храбреца возьмем Я думаю, что вот сейчас Это будет охотница в беде Под потасовочку Ну потому как Катиеш Проспам Ну вполне да, вполне вероятно Неразлическую беде забирают он Через казнь Разбирается с медивом Ну и пошла, пошла жара тут Понимает, а что Двери открыты к лицу, Харрисона нет И пошло-поехало Ну слабый седьмой дроп Каменный часовой Часовой И плюс пернатый страж Тоже такое Ну просто там неплохо Этого хватит Войну на самом деле Если бы это осталось на столе Передавай, говорит, привет Раптору Чувствуется, что хаш волнуется Тут руки немного дрожат И в потасовке выживает один из Дракончиков Рапторы Шивучие создания В ответ Перобласт И что? Тирантий! Александр! Ктун! Ох, ультразавр Ультразавр Неплохо сыграно Хорош Маленькую полянку вырастил у себя на Плечах Ну на спине можно говорить Укрылся кустом просто Маскхалат фактически Что делать с ним? Какое количество Погладить Почесать за ушком Почесать за ушком И глядишь Отстань Какое количество Карт Корм На корм рыбам Нужно сыграть Чтобы Забрать Ультразавра Ищут Вторую казнь То он Что-то не находит Нет, не она Что есть? Летал На барабане Летал Вау Поиграна Друзья Еще становится 1-1 Аккурат Метеор Там еще и углиный шар Еще и стрела Ну Заход тут Присутствовала Очень годный от хаши И вообще Редакция Интересная Да Соглашусь Видели мы 2 карты Которые ломают пушку Это Харрисон Джонс Это прожорливая слизь Также Смоленой страж Точно не самое популярное решение Конкретно в контроль магах Но карта классная Против игры То есть мы сыграем неплохо с агрессией Мы сыграем неплохо в рамках каких-то зеркальных матчапов Ломать пушки у нас всегда будет скорее всего чем Ну и видим что против таунт воина в целом эта колода и строилась да когда-то Может быть да Ну здесь по темпу все получилось очень здорово При этом у Тома не нашлось ответа на Атьеш Ну и Атьеш в целом Ну вот ультразавр вообще шикарный например смотрелся Казнь раньше выманил представителей Южной Кореи у своего оппонента Ну и как-то забил особо без варианта Классно играет пока ребята Стоит отметить хаша но волнение друзья не без него Смотрим что будет далее В бане у нас Контроль Паладин и Джейд Друид Ну и на квест Роги Том выиграл в первой партии Которую мы не видели Остается Квест Воин и Дискавер Маг Для Тома Ну а Хаш продолжает выступление на Паладине Ну понятно что против Джейд Друида будет тяжело хашен Вот с остальными колодами Квест Вар и Опять таки про Мирор тоже сказали да Вот Слизень Дефолтный видим Что есть Петроглиф который копает Петроглиф Что может и убьем так Так и победим Нет походу не убьем Чародейские суперстрелы Надо посмотреть есть ли Талнос Если есть Талнос То может быть и Чародейский взрыв Наберет но нет это суперстрелы значит вряд ли Моназме погибает Третий ход для Хаш И пошли копать новые провокации Вижу еще одного Тириона Большайший выбор Хаш слишком быстро делает выбор Но что-то поделать Интересно к Чароде приносит Метеор и ледяную стрелу Ход уже вновь у паладина А играть то и нечего Кроме объединяющего клинка Уставляется рекорд Не спешим пока никуда Что по сборке этого паладина Есть здесь Харрисон Есть два кода Ну само собой Тарим Смотритель Светлый Рагна 2 доисторических Этирион 2 Вестника Рока Да это контроль паладин Без мурлоков Ну кроме гидрологов Да Два гидролога лишь Что у Тома хорошего кроме слизня Харрисона не играет он в колоде Только лишь слизень будет здесь Причем не прожорливая слизь новомодная Старый добрый кислотный слезнюк Любопытно с чем хочет комбинировать Возможно дорого считает Лишняя броня Лишняя броня Мол не решает Лишний стат хп тоже не особо По мнению Тома Может быть просто в качестве комбинации Каких-то карт использует С монетой Ну смотрим Удает слизня сейчас Это значит что Два Тириона Останутся без знака Потирают ручки Да и вот еще и Серебряный клинок подъезжает Один единственный Вариант сломать пушку Он вышел И тут Хаж должен понимать что Гуляй душа Можно даже грибнистого скакуна Прямо сейчас На паладин рекрута повесить И разменяться Слизнюк Защитник холмов Отправляется в лицо На единичку Ну и вот он Таунас Частое явление Кстати на профессиональной АПАК сцене Азиатско-Техокеанском регионе Вот в колодах Мы нашли достаточно большое количество Применения Таунасу Ну почему бы и нет Одна из туповых легендарок Пусть он маленький Пусть он Просто там не самый сильный Но Применение находится В магу крови Плюс у него Также новая анимация Не такая конечно Эпичная Как у Смертокрыла Но тем не менее Ох Просто Божественно Незабываемо Мне будет это сниться сегодня Unbelievable Сниться Вы спать собираетесь Александр? Спаси вас боже Что вы придумали тут? Спать Во время таких игр? После После Или после После тоже Не заснуть Потому что Будешь вспоминать Перебирать Там даже анимация Памяти Колоды Срабатывание Когда ты получаешь карту Ну а круто круто Метеор Метеор уходит Метеор и Минус Сто Погибает Стигодон Рекрут И защитник А как выигрывать то будем? Это уже совсем другая история Вот Вот это первый Тирион родной Причем обратите внимание Друзья уже отмечали Ранее об этом Что Родные карты У Хаша Золотые Легендарные А те которые он раскапывает Вроде Гребнистого скакуна Они обычные Не золотые В результате ты Ну тебе не нужно думать о том Ага Вот этот у меня Свой родной Вот этого я накопал И прочее То есть играешь золотого Знаешь что он у тебя свой Все остальное Раскопано Это как фишка Помощник Ну и Хаш тут посмеялся Поулыбался На том моменте Когда был отдан Метеор Как Том Собирается Не ну допустим На этого Тириона Есть ответ Превращение причем Стопдек Залетает В нужный момент Но это только Первый Тирион Сейчас второй пойдет Я думаю что Том Понимает прекрасно Что он Так легко ему Не отделаться Вот чем отвечать будем На этого Парни Тирион Стоун Друзья Будем бросать Аликс В ответ В контратаку Переходит Том Ну что По урону У нас В принципе В два хода Он может убить своего оппонента Если тот Не найдет Лечение Ну что Тарим тогда Тарим И Клинок Серебряный Клинок По чуть-чуть По чуть-чуть будет тебя Отхиливать Ну причем Таким образом мы Божественный щит реализуем И пробиваем в лицо Не факт что оппонент Заберет с помощью С Пыла какого-то Ну либо Это освещение Либо И клинок Таким образом Оппонент придется Огненный шар Сюда отдавать Одно из двух Освещение Минус Алекс Призыв рекрута И Серебряный клинок Ну нужно бить в лицо Понятное дело Чтобы Остановить Две единицы здоровья Девять Так Стоп Ну Фаербол Вижу Летал Видите Летал Фаербол Фростболт И три стрелы в лицо А Гениально Классно Да? Мне тоже нравится Думаю что Том тоже видит Но Не будет Пугать Жертву Раньше Время Тут всего-навсего Три раза по 33 Надо будет играть Через стрелы Маловато здоровья По факту Опа Оп И здоровья то у тебя Больше и нет Светлый Рагна Да, но и атаковать Клинком Ты не можешь Светлый Рагна где-то Заблудился Не приходит Можно накопать Смурлока око за око Да, и оформить Ничью, например Ну, вариантов лучше нет Это единственный какой-то шанс Да, хаш Есть око за око Да, но вопрос в том, что мы не можем Сбитять бог Это все неплохо Это все неплохо А это нам и не нужно Оппонент сам убьет За десятку За десятку Да, классно-классно-классно Точно-точно И теперь нужно тому Как-то находить Возможность, не знаю Пингануть и прокинуть 8 дэмэджа Но это Это плюс один ход Это плюс один ход Ты прямо сейчас пингуешь А, нет Понятно Показалось Ну, слушай Вот том-то Теперь тоже завозит Да Ну и что Вообще попытка была Неплохая, конечно От хаш Ну да, если бы Перобласт вот так вот Закинуть, да Но том-то Тертый калач Знает, что происходит И все сложилось Для него Несмотря на Отличнейший старт Для хаш Но Алекстраза Просто расставила Все на свои места Вот так вот Эти маги И выигрывают Мы уже и позабыли Порой О том Как же все случается Как это все происходит Хэштег Режиссер Проснись Алло Режиссура Иначе Саша Он спит Выдвинется Все Я тоже буду спать Так Стоп Стоп Саша Не оставляй меня одного Не оставляй меня с ними Ладно Немного информации Про Тома, друзья Топ Топ К дядю Денису Типа Нет Тиреона Так себе Согласен Сагота С Монетой Пятый ход Справедливое решение Ну и тут Время для пушки Но пушки нет Забрать Забрать Вестника Ну классно Ну классно Отдали Уличную бронницу Том говорит Да Я бы все равно Под кода Отдавал Там два кода В колоде Таким образом Он поддерживает Темп выполнения квеста Ну и плюс Он бы действительно Просто так Разменял Кода А так Ну то на то и получается Тут вот Очень изящный момент Стоит отметить От Тома Действительно Против двух кода Все равно бы он улетел Казнь Пушка Удар И боевая ярость Набор двух карт Плюс Детеныш Дикорога Меняется Со стегодоном Все Вполне неплохо Складывается Для Тома Да Таунты Крутятся Легендарная Задача Мутиться Вот уже седьмой ход Подоспел Смотрителя На смотрителя Смотрят И Смотрят Глазки Механизмы Там Ну кстати Синергия с механизмами Вообще никак не заиграла На Кураторе Так же как Ну Зоо Боте Да и механизмов стало маловато Может быть Будет какой-то новый врыв Ну Рано или поздно Почему бы и нет В крайнем дополнении Размен Кураторов Остается Только Доисторический дракон 8 маны Для Тома Он играет Своему брейк 2 Таунта Остается Тому Для выполнения Легендарной задачи Ну Михаил проснулся Доброе утречко Добрейшего Михаил вам Надеюсь Вы видели исключительно Хорошие Приятные Сны Мы Тоже видели Пару приятных Моментов Снов Снов Не исключено Ядролог Раскопочка секрета Побег на кода Указа ока И покаяние Побег Выбирает Хаш Это уже пятый раунд Именно так В разгаре Более того Это пятый раунд И вторая игра Побег на кода Кстати неплохо себя проявит Но Реализовать жаль Не можем Мы сразу же здесь И гидрологи Ну В ответ дракон И именно гидролог Вернется в руку Ну Что ж возможно Рерол принесет Тоже Весьма Годно Шестеро Налицом Принимает Том Минус Секира Минус Дракон И Настало время Для Сагота Как Сагота Забирать Потасовки то у нас И нет Там может Попадем просто Да и все С Сульфуруса Что придумывать то Правильно Чемпионат в целом Идет Ну достаточно бодро Сравним ли С Европой Америкой Ну по другому По другому Точно Вот очень быстро Играют ребята Это можно Проследить даже По общему времени Трансляции Преобладают Агрессивные колоды Как то Контроли Антиагра Реже встречаются Ну и не настолько Эффективные Толтуповый матч Наверно был Гандам флейм против Кранищев Как раз вот В пятом туре Чудеса Там Вопросы есть К представителям АПАК Не все Однозначно Михаилу Но есть как есть Это все-таки Не Европа Не Америка Грустно Что нет Большого количества Индивидуальностей Калот Регионы Южной От региона АПАК конечно Угу Побег на кода Возвращает в руку Сакота Ну и все Вот уже Сульфурус Бьется Ну 12 хп Это единственное Что смущает Насекомые Умирают 12 хп это да Но Посмотрим Сумеет ли тут Том Перевернуть У хаш есть хил Приходит светлый рагне Да Продавил он неплохо Что начнем с гидролога Это Рим И Вестник Попытка занять этот стол От хаш Три Ну вурдалак плюс Накорм рыбам Ну в аккурат Зачищаем Ну единственная проблема Да что Не в аккурат Как одно из твоих существ Тоже погибает А есть ли смысл В принципе Ну то есть этим ходом Ты Ну да Никак там не получается Зачистить То есть у тебя остается только вурдалак И ты гарантированно Вносишь 8 дэмэджа Но при этом Ты отдаешь Достаточно сильную комбу На зачистку Плюс вурдалака Можно использовать Как активатор казни Много ресурсов Стоит приберечь Тут и потасовка притаялась То есть в целом Для тома Далее идет Дело техники Вновь гидролог Так На сей раз Побега Накуда Нет Да Покаяние Забираем Искупление А Искупление И светлый раг Фулл хп для хаш Бах в лицо Мимо нужно было в рагну конечно попадать Хотя с другой стороны можно отдать казнь Ну придется отдавать казнь Предварительно подставляется Служитель боли Буйный вурдалак Раним стол Казнь убивает светлого рагну Добирается Защитник холмов Ну и ход вновь у утера Возвращение с агота И искупление Угу Получаем еще одну потасовку для Тома Ну и раскруток у нас больше и нет Ну то есть даже в такой ситуации бьемся в сагота Корм рыбам Ну правильно обыгрывает искупление здесь Тома Хотя какая разница Можно было удариться После этого отдать на корм рыбам Без особой разницы Копаем провокацию Что хотим найти Грязная крыса Под потасовку только если в дальнейшем Ну грязная крыса Вы глядите Он аж дикорога еще один Ну вот выбор в итоге падает именно на грязную крысу Разбивается вурдалаку с агота и служитель боли Доставляется на стол Доставщик боли Через боль идут картишки Ну и тут то было Притаился кодом И он несется уже чтобы растоптать служителя Делает это безболезненно И как Как это все происходит Вроде как ты ждешь боли А прибегает какой-то Динозавр Огромный И безболезненно топчет Топчет И такой погиб И даже И карту даже не взял в итоге Магия Непонятно Не Как это говорится Не реалистично Хочешь поиграть с огнем Можно с помощью слэма И На корм рыбам сделать 50 на 50 А можно расчистить весь стол и Внести Дэмэдж Оп Вот это вот грустно Немножко света Чуть Да Уж Явно не на Тириона тут рассчитывал Том Ну надо биться в 4.8 и юзать потасовку Почему биться? Потому как если выживет 4.8 можно использовать На корм рыбам А как это нам помогает? Не надо биться Ну хотя У тебя слэм еще есть Прямо сейчас будет биться Окей Не играть потасовку И не жмёт обилку Прожимать обилку не будем Интересное решение Опасается Что Погибнет Не хочет давать испепелитель еще врагу То есть Играя потасовку Ты даешь пушку 5.3 Минус дикорог матриарх А почему так? А почему мы не усмирили например матриарха и не оставили В живых Некроманта Есть ответ? И у меня нет Ну Сложные вопросы Задаете Ну понятно Мы играем Меньше существ Под потасовку Но мы сыграли отхил этим ходом Окей тогда Тогда ладно Хотя все равно спорно Погиб был Не-не-не Нормально в такой ситуации Харрисон Ломаем Испепелитель Я хорошо все правильно сделал Следуя правилам Второй Дамеджем Второй миротворец Объединяющий клинок Убьемся в лицо И 6 хп плюс заканчиваются карты Опа Две 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 броневички Да еще и вихрь Мастерицы брони Есть возможность забрать Одно из существ и поставить крысу Там рука пустая Ох красиво как сейчас будет Ну слэм мы только не сыграем Единственное да Слэм можно сыграть уже после того как Ну хотя не в таком ключе Мы тогда билку не пошумаем Вихрь не крутим Ну а как нас накажет оппонент У него там одна карта лишь И это карта и это равенство Играя равенство сейчас Что мы получаем Мы даем еще одну единицу брони Таким образом будем 9 И сразу 3 единицы брони Снимаем То есть останется 6 хп да Варианты летала для нас Отсутствует на следующий Замечательная аналитика в чате Друзья после розыгрыша секрета искупления Существо которое воскрешается Воскрешается на одном хп и оно ранено Если только у него изначально не единица хп Ну еще 2 единицы армора добирает И можно смело тут топить фейс Смотрим что придет на топдеке для хаш Но вариантов тут нет для него Это победа Тома И Том со статой 4-1 Продолжает выступление в этом чемпионате А хаш с большой вероятностью Не пройдет в следующий групповой этап Хотя хаш играл очень даже неплохо Достойно вышло Особенно контроль мак у него крутой Ну вот кстати стоит наверное Позаимствовать редакцию Мне тоже приглянулся Как все это происходит Друзья напоминаем что если вам Интересна та или иная редакция Абсолютно все колоды Есть у нас в группе ВКонтакте ХС Старладдер закрепленные в шапке Поэтому в помощь ХС Старладдер Иногда здесь тоже пробегает что-то подобное Не забывайте там также есть вся информация По этому турниру И завтра финальная часть Также в 5 утра старт Не в 4 А в 5 запомнили Просто мы тоже Тоже запомнили Главное вовремя запомнить Ну да приходишь такой в 3 Покомментировать А матч через 2 часа И ты такой Спасибо Спали чуть-чуть Ну ладно друзья Бывает что уж там Куда уж там Ждем следующей игры Я так думаю Что еще нам покажут Что-то в 5 туре Возможно Но уже готова Сетка на 6 И 6 тур Это последний тур на сегодня Напомним что 7 тур А также стадия плей-офф Которая будет состоять Из олимпийской системы Начиная с 1-4 финала А это все будет уже завтра Самые интересные матчи Самые драматичные баталии Ну и сегодня Также немножко нужно будет Ребятам постараться Особенно тем кто Реально претендует На стадию плей-офф Кацу Кури Видели мы уже этого Парня из Сингапура И противостоит ему Патаяо Патаяо На по статье мы видим Что там лишь Тройка участников остается В рамках Незыблемости С нулевым результатом Идут Ну я сомневаюсь Что будет кстати еще показана Одна партия Потому как очень быстро Развиваются события Ну это последняя Скорее всего Партия в рамках Пятого тура И там уже Загирали за горами Шестой Ну как тут две игры Кацу Кари и Патаяо Кацу Кури Наверное Это же нам Арканолог приносит Айсблок для Кацу Кури Ну кстати На удивление Ну кстати на удивление Очень мало мы квест-рог Видели сегодня Даже в бане По-моему это первое Мы видели одну в бане квест-рогу И Том победил на квест-роге Но нам показали Только результат Да результат Не сначала было включение Это вообще шок Но при этом видели Несколько миракл разбойников Причем разных концепций А нет нет Стоп 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 Миракл разбойниц Мы видели только одну По-моему Причем интересную Ну которая не смогла Да Джот Парень сверху Парень Ребята Видели мы на веб-камере Его Это самая популярная шутка Сегодняшнего чата Хотя Найман Когда ворвался Написал что это девушка Но потом Как-то Свел на нет Эту всю историю Есть пруф Если есть Оставьте себе Пожалуйста Прагидываем урон в лицо У нас есть портал на следующий И это победа для Кацукури Кацукури побеждает Кацукури побеждать Паттаяо грустить Мы выполнили квест Мы большие Молодцы Но там Айсблок И поэтому В другой раз Будет еще Возможностью Паттаяо Выиграть Пока Кацукури идет Со статой 2-1 В рамках этого турнира 3-1 Нет Пока 2 Но я имею ввиду Что в рамках матча 1-1 А сейчас будет 2-1 2-1 Да и начинаются уже матчпойнты Для представителя Сингапура Блик Закон к тому Чтобы выбить Паттаяо С турнира Ну и продолжить Своё Шествие Которое Ну нельзя Называть прям победным Но при этом Кацукури в случае победы Равно как и его оппонент Если вдруг Он сумеет вернуться В игру Будут иметь реальные шансы На то чтобы пройти В стадию плей-офф Слишком большое такое У нас количество агрессии Друзья Мы лишь один раз Видели с тобой Контроль противостояния И чуть было Не залипли тут Совсем окончательно Был ещё Дида Йони Он и Дида Йони Но он будет Он противостоял агрессии Плохо О смотри DJM работает Но тогда всё становится На свои места В различных клубах Причём даже в различных Фрилансер Не уточняется в каких Но мы то понимаем Конечно Что может даже подрабатывать На маргалутеках Угу Тесной связи Тесной связи С маргаллетками Не исключено Продолжает пытать счастье Паттаяо На квест-роге Ну а здесь Джейд Друид Вот Катсукури Есть Разгон С монетой Играется Булерост Далее есть Третьи дропы Всё хорошо Ну смотри-ка Катсукури Это тот самый парень Пошло возвращение Пошло возвращение Инженером Мы ещё возьмём Картишку Что там за колоды Что там за колоды То Паттаяо Вообще интересно Посмотреть Сейчас я Чекну Паттаяо У нас Друзья Играет на Квест Разбойница Насколько мы видим Агрессивным Мурлок Паладине Джейд Друиде И Пират Войне И если честно Что-то Я не очень верю То что у Джейд Друида Тут есть шансы Интересно что за колоды Выиграл В первой стадии Катсукури Если там Джейд Друид То у Паттаяо Проблемы Ещё немножко Разгона Смольной Страшную Денечку пробивает В лицо Маев А нет Там наоборот Ну короче Давайте смотреть Мысль За мысль Заходит Мыслью Погоняет Ещё раз Инженерный Навичок Возвращается в руку И Вот Вот уже Квест Будет выполнен Слабая рука Для Катсукури Перебора Нет никакого Нет ни единого спыла Чтобы сыграть Я думаю Даже тут Гоблин В темп пойдёт Будем разбивать мы Паромщика Непонятно Как выигрывать Без перебора Без перебора Ну как как Размах в лицо Слизь на стол Всё Пошли Агрессивно Пошли поехали На самом деле Если серьёзно Тут у нас нужно Гоблина ставить просто Играть смену облика Уходить ли в трейд Наверное да Есть возможность Разменяться Не потеряв существо Смена облика Без удар Нефритовым Духом Джейд И смоленой страж Направляются в лицо Инженер-новичок На стол И он приносит Смоленого брата Но Мы выполнили задачу Мы Можем её сыграть Пошло Поехало Итак Подготовка Средоточие кристалла Пошли рывочки Матрос Глазастик И можно сдаваться К отцу кури Джейды у тебя лишь 3-3 Добора у тебя нет И Уже 15 урона на столе Даже при условии Что ты играешь Без вариантов Не ну тут всё Вот если бы ты этим ходом Ещё как-то через фендералы Крутил дар природы Тогда Ну Тоже Тоже Я не верю в то Что Джейдруид бы выиграл Слишком много карт Возвращение есть и Зачистка только одна Ну окей, ты как бы чистишь стол сейчас Но что тебе делать на следующий Мы играем Мы играем Размах Мы играем там Прожорливую слизь И обилку героя Прижимает для того, чтобы забрать последнее существо Абсолютно ничего тебе это не даёт Он попытается доиграть до конца В любом случае Джейддруид Одна единица армора сверху Итого у нас 26 Классно О Инженер-новичок Хотя Два Хотя нет, сначала инженер-новичок Наверное Всё-таки О, шаг сквозь тень Шаг сквозь тень Хорош под Мурлоком Порочный Да, дополнительный юнит На столе Да ещё и стенка Начался Муракл Слышал про Муракл? Муракл? Да Разбойничий Муракл, друзья Муракл Рога Мурлагидон Я слышал такое Мурлагидон Но Кацукури не теряет присутствие духа Выставляется максимально Хорошая попытка, конечно Но тут Мы продолжим сейчас свой чудо Чудо Муракл Продолжим Выставлять Кабачки Всё-таки Скоро сезон уже Всем любителям Да, Муракл Рога, конечно, сильна Мургалпокалипсис Тоже неплохо Ахалипсис Тоже неплохо Муракл Муракл Ему скорее всего Какого-нибудь Паладина То есть, соответственно С таким С таким Лайнапом Ахалипсис Муракл Там вроде всё подчинилось Дракон 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 Выглядит сильно Дракон большой и страшный Ну и вообще Эквалити Ну, как-то дёшево эквалити отдаётся Ну, а почему нет? Только что было отдано озарение Просто дракона 4.8 непонятно, как ты будешь проходить в ближайшем будущем Да, тут ещё защитницу солнца забираем и продолжаем давить, что самое главное Вот уже 14 хп остаётся у Джейд друида На седьмой ход играется размах И нефритовый цветок Пытаемся перехватить этот стол Джейд 1-1 на восьмой ход, серьёзно? Ну, это как-то грустно По-моему, наоборот Весело? Ржака хохотака Ржака Мргалржака Всё мргалржачно Это вот опасно сейчас Такая карта может и появиться Слышат вас оптимизаторы? Локализаторы Дарю идею Лучше Мргалпокалипсис Мргалпокалипсис Зверинонистовство Обилочка Сминоблика Добавляет единицу урона Мы проходим сквозь защитницу солнца Хранительницу точнее И играем цветок Вот уже Джейд 2-2, пожалуйста Сильно-сильно Вот сейчас Вообще никаких претензий Ну, тогда держи Мурли-ниндью Может, не будем ставить? Может, обилку прожмём? Понял? Обилка Пассивно Нужно давить Давить Ну, на следующий ход мы можем забанить любое из существ Например, вот этого слоника мы можем сначала унизить Зачем унижать слоника? Унизить слоника Зелёного Можно его просто обесцветить или покрасить в розовый И потом растоптать с помощью кода Причём безболезненно Он ничего не почувствует всё равно И вот на этом И теперь пошла, братва Все сюда Хоб Хоба Ну что, ходи, друид По-моему, на этом можно заканчивать избиение друида Ну, Йоксарон только Правда, хп-шечки-то маловато Патайяо, друзья, переезжает к Ацукури И Попытается ещё Вернуться И насолить своему обидчику В рамках Hearthstone Asia Pacific Championship Да, наш Очередной фиаско джейдруидам Судя по всему Причём два Раунда подряд И Нас это уже не удивляет В который раз Да Стабильный Пожалуй, самая нестабильная колода в рамках турниров Последнего времени Ну, итоговый счёт 3-2 Побеждает Патайяо Неплохо сыграно Ждём мы следующий круг, друзья Я думаю, уже можно Шестой раунд Последний на сегодня Давайте результаты Огласить, огласить Нужно весь список Давайте Хоун Тот самый парень Которого мы успели уже посмотреть на трансляции Идёт со статой 5-0 Мачамп Аналогичная история Гандам Флейм Тоже самое 5-0 Далее за ним С одним поражением идут Кранич Мэйдж Тред Сред Далее Стило Том Виртуал Матуко Хон би Ситизен Напа Первые и единственные иероглифы И Патайяо На этом всё Вырисовывается уже какой-то список фаворитов Ещё более всё обрисуется Какую-то картинку после шестого раунда Ну и Самое интересное уже останется на завтра Как мы отмечали Неоднократно Ждём Жеребьёвки Которая уже есть Да, наверняка? Ну вот Показывают нам троих Кто остался Непобеждён ещё В рамках ХСТ Спринг Сизен 2017 И Гандам Флейм В очередной раз будет играть Схоун За топ-1 Матчамп сыграет Схоун би В свою очередь Уже Парень успел проиграть только раз Ну и тут нечётное количество Ну и тут нечётное количество Поэтому сетка Далее будет чуть-чуть меняться Трое представителей Ни разу не проиграли Давайте ещё раз Матука в эфире Матука против Тома, кстати Матука-то Матука уже будет Матука проиграл только один раз Александр Выходите в окно Вы готовы? Ахахахаха Блин Александр тут Пообещался выйти в окно Я был не в себе Матука будет играть третий раз